Пока ждали Владимира Путина, на улице стемнело и оценивать масштаб стройки премьер-министру пришлось по макету. Лет через пять здесь будет город САД, уверяет гендиректор Фонда содействия развитию жилищного строительства Александр Броверман. Ведь на солнечном берегу, кроме 12 высоток, будет еще много чего. Здесь встроены фитнес-центры, спортивные площадки. Во всех дворах спортивные оборудования площадки. Магазины, вот это центральная улица Ленина, здесь встроены все встроенные помещения, здесь 6600 метров встроенные помещения торговли, бытового обслуживания. Все это здесь появится через несколько лет, и это при условии, что работа идет по принципу выполнить восьмилетку за полсрока, докладывают Владимиру Путину. Вот, например, на все согласования ушло всего пять месяцев вместо обычных полутора лет. И сейчас здесь одновременно строятся четыре дома. Три подъезда в этом уже сданы, а эти четыре сдадут в первом квартале 2011-го. И все это успели за 11 месяцев. Пока в будущем в солнечном береге для детей только детская площадка. Здесь обещают построить еще детский сад, но когда это будет, никто не загадывает. Если судить по макету микрорайон, он должен находиться там, ближе к берегу реки Вятки. Но сегодня журналистов за территорию, обнесенные забором, попросили не разбегаться. Сейчас здесь сдано в эксплуатацию 130 квартир. В том числе это и квадратные метры для ветеранов Великой Отечественной. 50 квартир для них уже купили за счет бюджета. Кстати, предмет особой гордости фонда РЖС, губернатора и застройщиков – цена. Даже ниже рекомендованные Министерством регионального развития гордится Никита Белых. Все вместе-то укладывается в цену 26 780 рублей. Мы считали среднюю. Значит, средняя цена по региону – 32, 31 счет. Да, средняя цена, как бы, на сегодняшний день – 33, но сюда входит в том числе и элитное жилье. Поэтому по тем объектам, которые у нас идут в рамках комплексной застройки, это у нас не единственный объект. У нас цены от 24 до 27 тысяч. Средняя – 31,3, а у вас – 26. 26. Увидеть своими глазами, что за квартиры строят по таким ценам, премьер-министр отправился сразу после презентации проекта. Однако журналистов туда не пустили. Будущий «Солнечный берег» Владимир Путин оценивал минут 15. Из-за трехчасовой задержки программу визита сократили. Отсюда кортеж премьера уехал в правительство на совещании по содействию развития жилищному строительству. Юлия Афанасьева, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дайвича.